Песня 26 апреля 2024 года в преддверии праздника Пасхи, Светлого Воскресения Христова, в выставочном зале Поволжской Академии образования и искусств имени святителя Алексея Митрополита Московского состоялось торжественное открытие выставки «Путь иконописца. От умения к мастерству» творчества Елены Стажук и ее учеников. Программа «Путь паломника» знакома с Еленой Александровной не первый год. И эта выставка, на наш взгляд, является еще одной ступенью творческого роста настоящего мастера. Я из семьи иконописцев Палехских, из Палеха, из села Академии. Мои родители художники, они показали мне всю красоту христианского искусства с рождения. Я в этом выросла, и момент самоопределения не стоял изначально. Я всегда знала, что я буду писать иконы. И когда первый раз я приехала на роспись храма Дивеева, мне было 17 лет, я посмотрела на то, какое это великолепие, как руками прикасаешься к вечности. И тут все мое уже полностью определилось, и у меня никаких сомнений дальше у меня точно не было. И по сей день я этим занимаюсь. В 14 лет Елена поступила в знаменитое Палехское художественное училище. С этого момента ее жизнь навсегда связана с иконописью. Отдельное место в экспозиции занимает Палех. Лаковая миниатюра, шкатулки, броши, серьги – все это погружает современного человека в совершенно другой, сказочный мир. Палех. 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 Но путь художника-иконописца, он имеет свои особенности. Я цитирую Федора Михайловича Достоевского, который говорил, «Дело борется с Богом, и поле битвы — это сердце человека». И вот любой, кто берется за написание иконы, он знает о том, что вот это напряжение, которое изнутри и снаружи, вот эта борьба, она у иконописца, она в разы, это напряжение гораздо сильнее. И вот я обращаюсь особенно к молодым людям, если кто-то задумывается о том, что он может сделать для этого мира, для людей, чем он может послужить Богу, я думаю, вот здесь, на этой выставке, он может найти ответы на эти вопросы о том, как стать воином Христом, как стать воином Света. И я поздравляю Елену с этой прекрасной выставки, ее и ее учеников, о том, что они идут этим путем, противоставляя слуг, свой дар, свое сверкание, свою жизнь. Елена работает в русских иконописных традициях. Созданные ею произведения можно увидеть в Рождествено, Кенеле, Самаре. Рождествено, Кенеле, Самаре. То, что здесь представлено, это моя личная выставка, плюс работа учеников. Здесь главная цель была показать путь иконописца от момента восстановления и до сегодняшнего дня. Это большой путь, на самом деле. Здесь представлены ученические работы и работы времени, когда я обучалась, уже после окончания художественного палецкого училища. И еще работы, которые были становлением после обучения, да, официального. Это кенописец любой профессионал улучшится всю жизнь. Я учусь по сей день, и это процесс, который, я надеюсь, не остановится уже до конца. То, что здесь представлено, это работы, собранные из разных храмов. Я очень благодарна тем священникам, которые пожертвовали, можно сказать, огромное количество икон на выставку. Это дорогого стоит, поскольку они все уже вписаны в храмовое пространство. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Елена Александровна уже пять лет является руководителем созданной ею Русской иконописной школы. Осенью 2019-го она приняла первую группу. В связи с пандемией занятия были переведены в онлайн-формат. Сейчас у Елены более трех тысяч учеников из 50 стран. Работа учеников не очень много. Выбирали прям по крупицам, показали самые лучшие. Цель была такая, чтобы показать путь развития. И русской иконописная школа, она является частью пути развития. То есть финалом, вершиной, тем, что сейчас достигнуто. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok На выставке воспроизведен фрагмент мастерской иконописца. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 В этой выставке мы видим становление живого человека. Здесь мне очень приятно было посмотреть детские, юношеские работы Елены. Обратите внимание, как вот девочке это приходило. Мысль, мастерство, навык, как это все рождалось. Мне кажется, огромной ценностью является вот этот уголок иконописца, где каждый может посмотреть, прикоснуться, почувствовать, что это такое. И удивиться, что и тысячу лет тому назад, и сегодня традиция одна, форма исполнения одна, материалы одни. И кое-что меняется, конечно, но все же те основы иконописи, и в те века, и сегодня те же. То есть преданность многовековой традиции иконописания демонстрируют. Верность канону, верность той завещанной предками, даже на старине, а той форме богопочитания, которая есть и в Христе. Это действительно путь Богу, путь ко Христу, путь к красоте. Ведь это настоящее христианское умозрение красное. Так что спасибо Елена, спасибо организатор, всем и взрослым, и ребятам, которые участвовали в организации этой выставки. Я очень хочу, чтобы она была живой, что эти месяцы, пока она здесь будет находиться, здесь всегда много было интересного, обсуждаемого, вдохновляющего и в добрый путь. Мне хотелось бы вам дружить благодарственное письмо, где вы выразили свою любовь и пожелания вам. Ну и вот эти цветочки. Солны и благое лето. Многое лето, многое лето, многое лето. В знак благодарности Елена подарила Академии икону Спаса Нерукотворного. От нашей школы, от наших учеников, от сотрудников, от меня лично я хочу преподвести вам этот образ спасения, который, да, ваше имя. Спасибо, Господи, Елена, и Божию всем благословения. Спасибо. У меня до сих пор, я утром встаю и не верю. Мне кажется, что все только начинается. И так каждый день. Если идти как-то иначе, наверное, никуда особо и не придешь. То есть у меня момент такой, вот я всего достичь, такого нет. Я думаю, все впереди еще. Но мне очень нравится. И я понимаю, что все трудности, которые были в момент становления, их было очень много. Я понимаю, что без Божьей помощи это преодолеть было бы невозможно. Без помощи семьи, которая в меня верит и, слава Богу, поддерживает во всем. Спасибо большое, отец Евгений. Спасибо за то, что меня пригласили в это чудесное пространство. Елена Владимировна помогла его организовать. Спасибо, Елена Владимировна. Я знаю, что такого удара стоило. И спасибо каждому из вас, что вы пришли посмотреть сегодня пожарственное открытие. Для меня эта выставка, то, что я попала в это пространство, в приглашении отца Евгений, очень серьезно и очень прелетно. И что важно, и что хочу я каждому из вас донести. Спасибо за слово. Иконопись «Доступна». Это главная моя миссия. Показать красоту христианского искусства и его доступность в то же время. Вся работа, направленная на популяризацию христианского искусства, на повышение ее доступности, привела меня сегодня сюда. Каждый человек, который мечтал, может быть, в детстве, когда-то написать икону, мечтал хотя бы какие-то шаги первые сделать, и коснулся к этому сакральному, удивительному искусству, недоступному, правильно? Понятно. Объективно, да, причин. То есть учиться нужно ехать в Санкт-Петербург, в Москву, в Паник. А теперь можно учиться не вставать в Москву. Первую экскурсию по экспозиции провела руководитель музейно-выставочного комплекса Академии Елена Владимировна Деева. Вечеринск� Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это здорово, это, наверное, действительно достижение Елены как педагога и как миссионера Субтитры создавал DimaTorzok Икона – удивительное произведение церковно-литургического искусства, созданное с молитвой и для молитвы, и значение ее может быть раскрыто во всей полноте только в пространстве литургии. Дорог мне перед иконой В светлой ризе золотой Этот яркий воск возжженный, чьей неведомой рукой Знаю я, свеча пылает, клир торжественно поет Чье-то горе утихает, кто-то слезы тихо льет Это светлое мгновение в диком мраке и глуши Память слез и умиления В вечность глянувшей души Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok